Кто исповедует меня пред людьми, того исповедую я пред Отцом Моим Небесным. Итак, рассея в боязнь и страх, колебавшая их души последующими словами, опять вселяет в них бодрость. Именно. Страхом изгоняет из них страх. И не только страхом, но и надеждой великих наград, притом еще угрожая с великой властью. Он отовсюду побуждает их к безбоязненному исповеданию истины. Как продолжая речь, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую я пред Отцом Моим Небесным. И кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом Моим Небесным. Евангелие Матфея, 10 глава. Для чего же он не довольствуется только сердечной верой, но еще требует и устного исповедания. А для того, чтобы побудить нас к дерзновению, к большей любви и усердию и возвысить, почему и говорит ко всем вообще. А не разумеет здесь одних только учеников. Не только их, но и учеников их старается он сделать мужественными. Кто будет знать это, тот не только будет учить других с дерзновением, но и претерпевать все легко и охотно. Это многих, которые поверили этому слову, привлекло к апостолам и отвергшиеся в муках подвергнутся большему томлению. И исповедовавшие в блаженном состоянии получат большее воздаяние. Когда праведник продолжительностью времени усугубляет свои приобретения, и грешник в отсрочке наказания думает находить для себя выгоду, то он равносильное или еще несравненно большее предлагает воздаяние. Ты приобрел более для себя, говорит он, за то, что ты первый меня здесь исповедал. И я, говорит он, обогащу тебя более, когда дам тебе более и несказанное более, так как я тебя исповедую там. Видишь ли, что там предуготовлены награды и наказания? Что же ты заботишься и беспокоишься? Что ищешь здесь воздаяние, когда ты можешь быть спасен только надеждой? Поэтому, если ты сделаешь что-нибудь доброе и не получишь здесь за то воздаяние, не смущайся. В будущем веке ожидает тебя за это сугубая награда. И сегодня апостол Павел, посланник Тимофею, дает наставление ему. Вникай, говорит, в себя и в учения. Занимайся с ним постоянно. Ибо поступая так, ты спасешь, говорит, себя и слушающих тебя. Аминь. Аминь. Слава тебе.